Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль, И с надеждой, что все беды кончились, В вечность бестревожную вступить. И легко бы с тени сожаления, Оторвавшись от привычных дел, Прошептать в счастливом удивлении, «Господи, какой хороший день!» Приветствую, Андрей Васильевич! Очень приятно снова быть вместе И поговорить о жизни, о Христе, о Церкви, О том, что Господь делал в твоей жизни И делает в жизни народа Божьего сегодня очень много. Каждый христианин, который имеет опыт следования за Христом, По мере течения лет, Приобретает практическое ощущение того, Что значит быть христианином. У нас есть одна категория знания, Когда мы познаем Писание, И это тоже очень важно, Это тоже накапливается с годами, И не только накапливается, а уточняется. Потому что по мере того, Как мы видим более широкую картину Писания, Мы точнее понимаем детали. Но есть еще одна очень важная сторона, Это сторона практический опыт. Когда мы видим Писание в действии, Когда мы видим веру, которая испытывается, Это не только знание того, что Господь верен, Это практическое ощущение. Ты в служении достаточно давно. Более того, мы были очень близкими людьми с твоим отцом, И ты вырос в семье служителя, Ты был в гуще многих-многих событий, Которые сыграли такую ключевую роль в развитии Русского евангельского братства. И вот я хотел бы начать наш разговор с того, Чтобы коснуться корней. Ты сегодня уже в зрелых летах, Человек, который состоялся как служитель, Человек, который был вовлечен в самые разные большие и малые Божьи дела. Откуда-то было начало. Ты мог бы рассказать, кто тебя формировал? Какое влияние на тебя оказали твои родители? Какая была атмосфера в вашем доме? Кто оказал большее влияние? Папа или мама? Или, может быть, дядя? У известной дяди у тебя есть. Вот. Несколько слов вот на эту тему. Конечно, это огромная привилегия родиться в христианской семье. И с каждым годом ты глубже и глубже оцениваешь Этот действительно уникальный опыт и этот шанс Миновать многие вещи, Которые может многим людям до их встречи со Христом, Когда, несмотря на то, что это были годы очень сложные, Сложные с точки зрения свободы. Это годы более ассистического правления, Коммунистического режима, тотальной пропаганды. Против настроек в обществе, против верующих, начиная с младенческих лет. Семья была островком вот этого удивительной атмосферы. Слово Божие молитвы. Вот если говорить о самом начальном формировании, Еще на подсознательном уровне, Когда ребенок еще не может тебя осознать, Личностью в полной мере, Это вот эти теплые действительно вечера молитвы И атмосфера Слова Божьего, присутствия его. Наверное, тогда зародились ростки, Опять-таки, говорю на подсознательном уровне, Отношение к Слову Божьему, любовь к Нему. Даже когда отца посадили в 1962 году, Мне было 8 лет, И у нас иногда не было на столе хлеба, Настоящего хлеба, я уже не говорю чего-то к хлебу. Я помню, когда мама собирала нас, Нас-то было трое в семье, И учила нас быть благодарными Богу в этой ситуации. Это неизгладимое впечатление. Я даже помню, Я даже помню один такой эпизод, Когда кто-то с верующих, Потому что тогда было опасно даже показывать Своё отношение к таким верующим. Мы встали, возле калитки у нас на улице Был кусочек масла, Которое было дефицитом, кто-то принес. Вот это всё врезалось в память. И, наверное, Первые шаги за Христом Были сформированы именно в семье. Но не всё было так просто, Потому что ребёнок не может осознавать Целесообразности жить во враждебном мире. У меня был бунт внутри. Я никому этого не говорил. Я говорил стишки в церкви, всё было как бы классно. Но я внутри, Когда над мной изъявлялись в школе, Когда меня избивали, Когда учительница натравливала студентов, Ну, ребят против меня. И взрослея с каждым годом, Во мне зрела уверенность, Во мне зрело решение, Я не буду христианином. Я не буду христианином. Мне не надо это. По причине этого местного давления. Я не согласен жить всю жизнь изгоем. Это ещё было... Но в 14 лет. Это дата, которая перевернула всю мою жизнь. 14 января 1969 года. Это личная встреча со Христом. Это вот как выключатель света. Это перевёртная страница. И вот эти все негативные вещи исчезли. Я понял тогда, 14-летним пацаном, Что я всегда буду со Христом. Я всегда буду на его стороне. Вот говоря об этом, Когда ребёнок растёт в христианской семье, В атеистическом окружении, То, естественно, мы ощущаем себя изгоями. И я тоже прошёл что-то подобное. Но здесь есть ещё одна грань, Которую ты испытал больше, Чем многие другие христиане. Это грань быть в семье служителя. Это значит, что отец, ты уже сказал, Он, во-первых, в тюрьме провёл определённое время. Во-вторых, он очень много свободного времени, Которое у него было от работы, Он, безусловно, уделял церкви, служению людям, Которые приезжают постоянно у тебя кто-то дома. Вот такая перспектива, Она не принесла какой-то негативный привкус того, Что вот это значит быть служителем? Я не думаю, что тогда именно это могло стать Каким-то негативным сегментом моего мироощущения. Потому что тот негатив, который был извне, он зашкаливал. И трудно было рассмотреть уже меньше. Конечно, потом, уже будучи сам отцом, будучи сам служителем, Я осознал важность то, что было упущено в моём детстве. И это связано и с тюрьмой, и с поездками, как потом и отсутствие отца. Очень такие длительные и многие перечастые периоды, скажем так. Но вот живя вот в этом, Возвращаясь к вопросу формирования моей личности, Был вопрос такой, был вопрос с самого начала ещё, Вот моего раннего христианства, это герой веры. Вот мой отец, он был в моих глазах герой веры. Мой дядя, который три срока отсидел, Иосиф Данилович Бондаренко, он был герой веры. Я помню, что у нас висела его фотография, Когда он сидел второй срок уже, да, я уже постарше был. Первый срок он получил вместе с моим отцом. Второй при Брежневе, третий уже дальше, да, попозже. Я помню, но она, это фото, вот оно, как сегодня я вижу его фотографию, Которого мы всегда, у нас ни одной молитвы не было, Чтобы мы не молились о нём. И так случилось, что в моём духовном формировании Уже как служителя, как евангелиста, Не мой отец стал для меня примером, а мой дядя. И это оставалось долгие годы. Он был для тебя примером или ментором? Нет, он не был ментором. Вообще, это понятие как вида существовало. И сегодня это является моей болью уже взрослого И состоявшегося служителя в мои почти 66 лет. Как такового не было, наставничества не было. Это было, ну, это вот, это было революционное христианство. Ну, за всем этим смотрелись подвиги, романтика тоже, адреналин, Милиция разгоняет собрания, штрафы, тюрмы. Ну, вот это всё. И, ну, вот наставничества не было. Я не помню наставничества. Даже когда я уже стал взрослым, когда мне потребовалось наставничество, Оно было, я бы так сказал, оно было эпизодически, И то, когда это была критическая ситуация, Когда мне нужно было к кому-то докричаться. То есть инициировано тобой. Инициировано мною, да. Не было тех людей, которые бы проявили вот такое наставничество. Я, по крайней мере, не помню. Если бы, наверное, было, я бы точно помнил. Как ты думаешь, это культура такая или не было таких людей? Почему не было установлено практики, В которые старшие служители могли бы заметить, Уделить внимание, подсказать, ободрить, Помолиться вместе, направить, Может быть, периодически как-то возвращаться снова к этому человеку? Ну, это неоднозначный вопрос. Я думаю, что мой пример, он не совсем уникальный. Я думаю, что где-то такие вещи всё-таки происходили. Где-то было наставничество. Но как идеи, как школы таковой, я понимаю, Это вопрос явления, его не было тотальным. То есть это не было то, чем были озабочены лидеры. Ну, во-первых, мы все тогда, Старшее, среднее, молодое поколение, дети, Мы все жили в условиях войны с атеизмом. У нас не было перспективного развития. Всё, о чём мы думали, выжить. Мои родители думали, как выжить физически, материально, Как донести до детей веру. О каких-то далёких перспективах никто не думал. Речь была о выживании вплоть до самой перестройки. Кроме дяди, были у тебя кто-то ещё? Друзья, служители старшие? Кто повлиял на тебя? Кто уделил тебе внимание? Кто формировал тебя? Да. Ну, это уже было гораздо больше. Уже даже когда я был рукоположенным служителем, Человек, который оставил глубочайший след в моей жизни, Я бы сегодня употребил это слово, наверное, как ментор. Тогда я не связывал это с этим словом. Это Франц Антонович Шумейко. Это человек, который очень сильно повлиял на некоторые мои решения. Но у него была одна уникальная способность, Которая и качество, которое выделяло в общем фоне срезы этих. Ну, по крайней мере, с кем мне удалось встречаться. Он всегда был на стороне молодых. Он это говорил, он не только говорил, Он не только провозглашал, как говорится, Он это практиковал. Он сказал, он говорил это братьям возраста своего. Он сказал, братья, мы уйдём. Наше поколение уйдёт. Нам нужно думать о молодёжи. Нам нужно думать. Нам нельзя их рубить. Даже если они ошибаются. Даже если в чём-то мы с ним радикально не согласны. Мы всё равно должны быть на этом стороне. Вот это было его уникальное качество. То есть ты к нему приезжал или звонил, или советовался? Да, это был... Я уточню, Франц Антонович Шумейко. Это был служитель Совета Церквей сначала, потом автономный. Да, автономный, да. И он где-то возле Киева жил. Да, в Орзеле. Дело в том, что так получилось, что во время Чернобыльской катастрофы часть киевлян оттуда переехали в Латвию. Даже у меня в доме жили друзья. Окей. И он был... Несколько лет жил. Снимали квартиру вместе с Нелевой Васильевной женой, сыном. Они жили в Риге. И поэтому была возможность приезжать, общаться. Он был большим другом моего отца. И, скажем, это был мостик, через который я смог... Вот такая встреча, и встречи, и разговоры, и, в общем-то, такие беседы, которые оказали на меня огромное влияние. Он оказался ключевым человеком во время кризиса отношений в церкви, где я был. Угу. Угу. Слава Богу. Слава Богу, да. Я думаю, что вот этот опыт, о котором ты говоришь сейчас, это, наверное, единственное, что было в то время, во всяком случае, из того, что я наблюдал, когда те, кто помоложе, сами инициировали. Угу. Вопрос, который сегодня, на мой взгляд, недостаточно оценён, недостаточно проанализирован, и, наверное, ещё о нём будут говорить, и писать, и как-то осмысливать то, что происходило в конце 80-х, ну и практически все 90-е, и даже 2000-е годы. Советский Союз стал открываться. Появилась возможность свободы проповеди Евангелия. Я знаю, что ты был участником миссионерских разных инициатив, служения с самого начала, и потом стал активным участником, в каком-то смысле двигателем того, что было известно тогда в бывшем Советском Союзе, как миссия, евангелизм, открытие новых церквей. Если мы посмотрим на все это глобальное явление, вот 70 лет закрытости, атеистической задавленности, потом внезапно свободно, она постепенно открывалась, ну, в конце концов, 91-й год, все открылось максимально. Вот, и огромный уровень активности миссионерской. Много участников западных и восточных из Кореи приезжали, много финансов в то время. Вот если посмотреть на общий эффект того, что было сделано, как ты думаешь, миссия состоялась в Советском Союзе? Она привела к результату? Или же это было больше шума, пены, и когда все это сошло, мы видим, не так много осталось? Ну, здесь нельзя ответить однозначно, сто процентов уверенности, что миссия состоялась, какой она была задумана, или даже в планах той части активных людей, о которых ты упомянул, которые мыслили глобально. Но я должен сделать одну ремарку, что это очень сложно было мыслить глобально. Во-первых, у нас не было опыта. Получалось, мы из окопов обороны, где мы все время оборонялись, защищались и выживали, мы сразу оказались на передовой. И когда все открылось, когда не было опыта ни в организации церквей, не вот с новыми людьми, работа с новыми людьми, со всеми их проблемами, включая оккультные и прочее, по несколько браков, ну и это все пришло в церковь. Плюс тюремное служение, которое сразу тоже открылись тюрьмы, и это стало тоже одним из значительных сегментов, затем и головной болью одновременно, да, эти люди, которые пришли. То есть, ну и глобальность планов, вот как охватить там город, область, страну, насадить церкви. И, конечно, многое из этого не было осуществлено. Но, с другой стороны, сказать, что это был только вот такой шум, и я бы тоже так не квалифицировал. Что было достигнуто, если конкретизировать? Все-таки было достигнуто то, что появились новые церкви, которые трудно, со скрипом, но стали принимать новых людей. Но дело в том, что мы делали огромные ошибки, Алексей Алексеевич, я в том числе, я это признаю. Мы не были научены так. Мы говорили людям, мы в какой-то степени подсознательно обманывали людей. Мы говорили им, знаете что, вот Христос вас любит, со всеми вашими верхтормашками, со всем вашим скверным характером, со всем вашим шлейфом ошибок, грехов и все прочее. Он принимает вас такими, как есть. И люди с открытыми глазами, они приходили, они верили. Они верили, конечно, они принимали евангельскую весть, но они вместе принимали вот эту часть, сегмент вот этой информации, и они приходили в церковь. Но они встречали, они встречали... Стоп-стоп-стоп. Они встречали... Первое, они встречали церковные лекала. Потому что оно существовало. То есть человеку говорили, нет, все нормально, Христос тебя принял. Но вот здесь надо подрезать, здесь подчистить, здесь вот... Это не важно, но резали так, это не важно. Лекала, понятное слово, я думаю, для англоязычной аудитории непонятно. Для нас понятно. И, ну, режут по лекалу. Ну, ухо попалось. Ну, какая ерунда, ухо. Лекала главное. И вот это стало для меня тогда огромной болью и открытием. Я понял, что-то не то. И я понял ошибку, которую мы... Мы людей, приглашая ко Христу, мы приглашали в нашу сформированную религиозную структуру. Мы их хотели сформировать по типу, как мы выглядим, но не уподобляться Христу. Эту ошибку я осознал гораздо позже. Мы должны были учить людей с самого начала, что значит быть похожими на Христа. Конечно, это здорово, если бы мы всем имели право сказать, апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Но главное в этом тексте все-таки, как я Христу. И это было одно из провальных ошибок, где было сломлено много судеб. Здесь есть другая еще сторона в этом деле. Смотри, когда люди приходят из нехристианского прошлого, приходят ко Христу, приходят с багажом, как ты уже сказал. И мы действительно проповедуем то, что Библия говорит. Бог вас любит, Он принимает, и Он спасает вас, какими бы вы ни были. Но вот все эти люди, они нуждались, они нуждаются в том, чтобы кто-то помог им по-настоящему жить Христу, по-настоящему уподобляться Иисусу Христу. И, скорее всего, вот тот процесс, который ты описываешь, он произошел, опять-таки, я хочу думать хорошее о многих этих людях, он произошел, потому что те, кто уже был в церквях, они не имели инструментов и опыта, каким образом помочь вот этим людям освободиться от всех этих вехтормашек, о которых ты говоришь. Говоришь, вот. И, скорее всего, на этой почве и возник такой конфликт. Да. Еще одну вещь, которую я значительно позже понял и сформулировал для себя, это смещение понятий. То есть мы говорим, вот, вмешая в общую кучу, вот здесь традиционные церкви, и тогда называли. Но на сегодняшний день я понимаю несколько по-другому разницу между традиционными церквами и консервативными церквами. Все-таки консервативная церковь, которая живет по Евангелию, которая придерживается не традиций, а консервативного взгляда на вопросы веры, вопросы греха и так далее. Вот это понятие было очень смещено, потому что многие церковные традиции выдавались как за истину Слова Божьего, никакого отношения к Библию не имеющей. Вот это как раз было конфликтом. Я сам в начале моей карьеры духовной, я многим вещам учил, как меня научили. И это был процесс переосмысления, стать на библейскую платформу. То есть в этот период миссионерской были основаны новые церкви, которые не так сильно зависели от прежней традиционности. Да. Организованы были церкви, где новым лидерам, миссионерам пришлось разбираться с этими вопросами и формировать свой взгляд уже на основе Евангелия. То есть отвечать на вызовы, с которыми они встретились, с которыми они не встречались раньше. И как раз вот эти церкви новые, которые были сформированы, они, ну я думаю, что они открыли дорогу для принятия людей, которые бы, наверное, не прижились бы в традиционных церквах. Вот сейчас, если посмотреть, понятно, у нас нет точной статистической информации. Но если посмотреть вот с твоей точки зрения, сегодня, 30 лет спустя, какой процент церквей сегодня в евангельском русскоязычном братстве, вот существующих сегодня, это те церкви, которые, ну так скажем, новые уже, вот те, которые начались под влиянием миссионерского служения 90-х. Ну, откровенно говоря, я не занимался статистикой. Ну, примерно, это 10 или 50. Нет, 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 ну, например, только через палаточную миссию, которую я руководил с самого начала, мы подсчитывали, возникло более 100 новых церквей, совершенно новых. Это не те, где мы где-то поддержали служение, где мы что-то влили, где мы кого-то послали там или приобщили. Более 100 новых совершенно церквей. Некоторые очень большие, о которых даже, может, ты знаешь, такая церковь в Челябинске, более тысячи человек, или в Тольятти, где Володя бывал тут на конференциях. Это церковь, которая возникла абсолютно с нуля, церковь новой формации совершенно. Ну, и поменьше, меньшим числом, но по количеству это только через нашу миссию. Я отвечаю за эту информацию. Но она не единственная. Да, наша миссия не единственная, значит, возник и ХМС, Союз, где был Семен Алексеевич Парадин и так далее, и другие. И я сейчас говорю только, мы говорим только в контексте евангельско-баптистского братства. Мы не будем касаться других деноминаций сегодня, но вот в этом плане. Есть какие-то намеки вот сейчас, с точки зрения вот этих прожитых лет, какие слабые точки были, которые для тебя абсолютно очевидны уже? Вот это была слабая точка? Да, это церковное обучение, им никто никогда не занимался. Это вот как раз обучение новых членов. Ведь даже подготовка к крещению, это было, ну, я не знаю, как это назвать. Человек, вопрос в общем, человеком занимались, как, на него обращали три раза внимание. Когда его, человек родился, да, потом, когда он крестился, да, еще сочетание, если выходил замуж. И когда хоронят. И в принципе, вот все остальные, это вот сейчас уже появились школы, но полное отсутствие вот церковного обучения. Просто людей, чтобы обучать их евангелью. Не то, что человек пришел, спел несколько песен, традиционных или современных, прослушал проповедь, хорошую, сильную или не очень. Но сам процесс обучения в церкви, он отсутствовал. Это первый вопрос. Второе слабое звено, это отсутствие стратегии подготовки лидеров. Ну, кто выжил, выжил. У кого получилось, получилось. А вот еще такая сторона, если у меня приходит мысль, исходя из того, что ты только что рассказал. Когда мы говорим о недостатках, так скажем, принятии людей или сложности принятия новых людей в сложившиеся уже структуры, это очевидно, что там есть недостатки. Но когда ты попробуешь сформировать абсолютно новую группу людей, то в ней, очевидно, отсутствует процесс передачи опыта веры. То есть, когда люди, которые постарше, ты упомянул апостола Павла, он говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть, есть слово, которое проповедуется. А есть еще процесс обучения, когда мы смотрим на веру других, когда мы смотрим на их сильные стороны, на их ошибки, на их слабости. Не было ли это слабой стороной в миссионерской жизни? Безусловно. Почему я сейчас на это обратил внимание? Что если бы эта школа, сама идея, как школы присутствовала, не просто, как мы вначале определили, что в кризисных ситуациях искать ментора, а была школа, которая бы готовила, когда люди могли бы смотреть на кого-то, брать с них пример и обучаться. И обученные, и уже, пусть даже без достаточно большого личного опыта, но обученные, взявшие пример, вот это все вместе, могли бы начинать работу. То есть, они бы не были оголены тылы, у них было бы основание для этого. Но тогда, когда мы начинали служение в конце 80-х годах, об этом речь не шла. Мы просто приезжали миссионеры, в которых никакого опыта не было. Дремучесть в вопросах богословия, личная жизнь, насколько она была правильно, неправильно, уже потом разбирались. И это все породило такое явление очень слабых и очень лидеров, которые не выдержали, лидеров, которые сдались, лидеры, которые упали в грех, которые не выдержали испытания, кто деньгами, кто славой, кто женщинами и так далее. То есть, мы с этим столкнулись не как единичным явлением, а, к сожалению, массовым. Ну, к лидерам мы еще вернемся. Я думаю, это стоящая тема того, чтобы отдельно не поговорить. Если еще продолжить вопрос, связанный с миссионерством, по большинству оценок, с которыми мне приходилось знакомиться, евангельские церкви в сегодняшнем постсоветском пространстве, они не стали сильнее, они, в общем, выглядят слабее, чем они были на момент перестройки. Почему? Почему вот этот мощный впрыск миссионерский, почему новые церкви, которые появились, почему все это вместе не привело евангельский мир к более процветающему состоянию? Здесь не одна причина, здесь целый спектр причин. Ну, во-первых, в славянской культуре, когда мы обращаемся к фольклору, там ничего не настроено на долгосрочные проекты. Там или вот это слово «знакомая всем халява», но не всем, но нам знакомое, да, чтобы получить без усилий, да, все сказки вот такие, как там про Иванушку там, или про ковер-самолет, скатерть-самобранка, то есть все, где не надо особых усилий. Вот оно есть, оно высыпалось, и прям. Второе, там еще одна часть, это в культуре, культура народа, тоже склад, оно имеет огромное значение и влияние. Второе еще такое, ну, допустим, есть «Эй, ухнем», да, вот взяться, раз, можно, я знаю, мне рассказывали просто, ну, ошеломляющие истории в Брянской области, как молитвенный дом, там где-то, когда был кризис финансовый, когда там рубль рухнул, материалы можно было закупить, и на этом энтузиазме такой огромнейший храм построили за месяц, там потом... А потом он стоит пустой, годами, десятилетиями, храм построить, ухнуть, за месяц можно было. Наполнить людьми, это совершенно другой аспект работы. И вот это была одна из причин, что славяне, они не настроены на длинные проекты, это в культуре, вот энтузиазм, собраться, сделать. Это интересно, это захватывающе, это волнующе, это адреналин бьет. А дальше, это обыденно, это скучно, это незаметно, это никто там тебе так скажет, о, Иван Петрович, ты посмотри на Иван Петрович, как он это, как он дал. То есть можно из этого сделать вывод, что люди во время Советского Союза, евангельские верующие, умели кропотливо, скрупулезно, день за днем работать. А потом, когда наступила перестройка, больше стали подвержены вот таким... Я еще сейчас, прежде чем на этот вопрос ответить, вторая причина, которая остановила этот ход, это материализм, который пришел, возможности заработать, возможности устроить, возможности поехать, возможности отдыхать и так далее, и так далее. И не все с этим справились. Но возвращаясь вот к этому, была ли скрупулезность и последовательность во время Советского Союза. Я бы не стал так квалифицировать по одной причине. Я уже упомянул это явление и эту среду, где мы жили, это выживаемость. Когда человек находится в процессе выживания, ну он... Это очень длинный процесс. И коммунизм был длинным процессом коммунистическое правление. И выживать нужно было долго. И поэтому, казалось бы, что люди сплочены и они настроены на длинный проект. Но выживаемость и стратегия планирования осуществления для... Это абсолютно разные вещи. Хорошо. Еще одна тема, не менее важная, во всяком случае, для меня, не менее интересная. За многие годы служения ты был свидетелем многих конфликтов среди служителей. Вот, к большому сожалению, мы имеем дело и сегодня, но если посмотреть в историю, то таких моментов было достаточно много, с ситуациями, в которых люди, которые, казалось бы, должны быть более зрелыми, во всяком случае, они занимают положение пресвитеров или пресбьютерос по-гречески, что предполагает зрелость. Они должны бы иметь какую-то эмоциональную сбалансированность, они должны иметь где-то точность в понимании истины и в правильной методике того, как подходить к делу Божьему. Но, тем не менее, конфликты были, конфликты есть, в некоторых из них тебе пришлось каким-то образом быть участником этого. Как ты думаешь, в чем причина? В чем причина? Конфликты между служителями? Ну, вопрос конфликта стоит гораздо шире, он относится не только к служителям, он относится вообще к людьям, и, к сожалению, к верующим, за то, что приходилось и приходится наблюдать, и даже в какой-то части быть их участником. Но я бы эту природу конфликтов я все-таки бы разделил на несколько таких аспектов. Ну, во-первых, мы находим в Писании Евангелие, особенно послание Римлянам, 14 глава, апостол Павел очень детально описывает природу конфликта, и как ее решать. Скажем, одни это едят, другие это, и вот как относился... Апостол там говорит о немощных вере, а мы говорим о служителях, которые, казалось бы, должны бы быть по определению более зрелыми. Ну, тот вопрос риторический, насколько где кто там сильный наверху в вере, это... вот... Поэтому к этому вы сильные, но вот если ты... тогда вы должны быть сносить, если вы сильные. Ну, есть вещи, есть конфликты неразрешимые. Это Писание говорит, что будьте в мире со всеми людьми, если возможно. То есть есть вещи, которые невозможно разрешить, и я был свидетелем таковых конфликтов. Но есть вещи, которые лежат в одной очень важной плоскости. Это вопрос нашего прощения. То есть вопрос нашего эго, нашего я, наших амбиций. Это даже не вопрос греха. Конечно, если мы отстаиваем евангельскую истину и вопроса греха, мы не имеем права идти на компромиссы. И когда мы отстаиваем евангельские позиции, возможно, возникновение конфликтной ситуации тут... Но... Я вот здесь хочу тебя остановить, извините. Да, пожалуйста. Вот если вспомнить те конфликты, которые ты помнишь, знаешь, из... Или ты был вовлечен, или же ты слышал о них. Какой процент из них был действительно связан с тем, что кто-то был верен истине, а какой процент был связан с человеческим я? Боюсь ошибиться, но я бы сказал 90 и 10. То есть 90 человеческих мира? да. Это так, очень такой, ну, не поверхностный, но не такой неглубокий анализ. Это если так вот взять... То есть подавляющее большинство. Подавляющее большинство, да. Ну, может, 80-20, но точно не 50 на 50. Это в этом я уверен. То есть всегда можно прикрываться евангельскими текстами, лозунгами, там чем угодно, с какими-то красивыми рассказами, но в основе лежит неспособность принять решение о прощении. Этот вопрос для меня тоже был одно время очень тяжелым, мучительным, пока я сам не прошел через этот кризис и для меня через свой собственный опыт принятия решения. Я помню, что я как-то сакраменто проповедовал в нескольких церквах лет 15 назад и в это время в одной церкви встал одной из самых, наверное, моих радикальных проповедей в отношении прощения. Ну, и мне нужно было уезжать с одного служения на другое и чуть раньше выйти. Я вышел на стоянку, машина за мной буквально вылетает с церкви бегом за мной с перекошенным лицом от волнения такого и он подлетел ко мне, схватил брат один, схватил за лацками пиджака и, сцепивши зубы, говорит, брат! Я думал, сейчас у меня точно тут, ну, прозвучало угрожающе. Как ты можешь так говорить? Как ты можешь говорить все, простить? Ты не знаешь, ты не знаешь что-то переживать, когда группа подонков изнасиловали твою 14-летнюю дочь, а ты говоришь простить? Я опешиваю, я сказал, да, у меня нет этого опыта, слава Богу. Но поверьте, другого пути тоже нет. Что... Мы путаем часто понятия, потому что люди думают, что для разрешения конфликта нужно восстановить статус-кво. В основе, скажем, если говорить братский конфликт, это вопрос справедливости. Поступить по правде, включая еще, добавляет евангельское право, поступить по истине, хотя там этим ничем и близко не пахнет. Но здесь вопрос вот наших амбиций, и вот здесь нужно просто принять решение, принять решение на основании даже такого текста или совета. Апостол говорит, не лучше ли, братья, вам оставаться? То есть апостол не говорит, что те, которые обижают, те, которые создали конфликтную ситуацию, они правы. Но оказаться вот в этой группе людей, которые приняли решение не добиваться справедливости, не поставить... Остаться обиженным. Остаться обиженным. Ну тут есть тот опыт, который я пережил, для меня он очень... Я скажу, что с тобой поступили несправедливо. в крайней степени несправедливо, да. Люди на высоком уровне. На высоком уровне. Все окружение говорило, что я прав. Я копался в себе. Я вот такой... Я аналитик по складу ума. Ну это не сказать, хорошо, или Бог меня таким создал. Я все разложил по полкам. Я все сразу вспомнил. Я собрал друзей и недругов. Всех, кто бы мне подсказали. Ну может где-то. Нет. И когда мне Бог сам проговорил... То есть ты был уверен в своей правоте? Я не просто был уверен в правоте. Я и сегодня уверен, что я был прав. Ну не было повода, не было повода вот... И я прошел через эти муки, когда Богу ничего не осталось сделать, когда я услышал просто его голос. Когда он мне сказал, что я его не прощаю, моего обидчика. И вот тогда я понял, что нужно делать. Я вспомнил. Вот это краеугольный камень Ивана Лемарко, когда стоите на молитве. Я не стоял, я уполниц, я рыдал, я кричал пред Богом. И ну не было... Когда я встал, когда я встал с этой молитвой, не разверзло с неба или я не на колеснице, нет, ни какой-то неоновой вспышки не появилось, ничего этого не было. Более того, не сработала схема, которая часто бывает, возникает в нашем воспаленном обидой и ситуацией мозгу. Мы представляем, вот если бы этот человек пришел, признался, сказал, ну хотя бы намек дал, лучше бы он еще на одно колено стал и сказал бы, я был неправ. Нам кажется, что тогда конфликт будет разрешен. Это одна из самых больших обманов, больших обманов дьявола. Не будет. Мы становимся свободны не тогда, когда у нас просят прощения, когда мы прощаем. Вот стать свободным – это величайший уровень христианства, быть свободным. Когда ты не вовлечен, когда ты не можешь заснуть, когда тебя там мучает, ты просто свободный. Я говорил одному человеку, у которого с родным братом делали бизнес, и брат его оказался не очень порядок, родной. И, в общем, его деньги украл там, около 100 тысяч долларов. Этот не… Он, он рассказывает, его всего трясет. Годами уже. У него здоровье нарушено, он сам чуть уже не украл. Я говорю, слушай, ты не вернешь деньги, верни свободу. Стань свободным. Деньги никогда ты не вернешь. И это не надо… Не связывай эти вещи. Поэтому, слишком длинно, я глубоко убежден, что вот в большинстве конфликтов, которые я был свидетелем, это чисто вопрос нашего эго, нашего я, наших амбиций, и нашего неспособности, и нежелания прислушаться к совету Слова Божьего. Давай немножко вернемся вот к той истории, твоей истории. Значит, как ты думаешь, какая была главная причина, которая привела твоего обидчика вот к таким действиям? Это была не любовь к тебе, или жажда власти, контроля, или… Опять-таки, я не хочу конкретно вот сам этот факт разобрать. Мне интересно вообще, причины, почему природа этих явлений в христианских кругах. Ведь многие пострадали вот так, как ты пострадал, и многие, может быть, не смогли найти такого решения. Дело в том, что когда лидеры занимают действительно высокую лидерскую позицию, у них складывается определенная система их ценностей, их правил и их взглядов на жизнь. И с их точки зрения она кажется справедливой. И когда она нарушается кем-то или чем-то, какими-то обстоятельствами, это вызывает огромную бурю, недоумение, возмущение, негодование обиды. Я пришел к выводу, что когда человек живет в состоянии обиды, неважно, это личная обида, особенно если это служитель, даже это служитель, это абсолютно деструктивное, разрушающее действие. Обида никогда не может быть созидательным. Почему, я снова возвращаюсь к тому тексту, не лучше ли вам, не тем, кто обижает, а быть обиженным и говорит Слово Божие. Вот этот набор, здесь нет одной причины, это целый набор. Я думаю, что это, ну тут связано дальше, это может быть с властью, которая, посягательство на власть, может связано быть с меркательными соображениями, финансами, теми или иными потоками, которые могут быть или не могут не быть и так далее, влиянием на людей, когда кто-то с лидеров становится более влиятельным, и человек, утрачивая вот эти нити влияния, он оказывается загнанным в угол, он не может пережить, что кто-то может лучше его проповедовать, кто-то может его лучше руководить, и вот, это одна из, тоже один из сегментов этого явления. Здесь очень много о чем можно говорить. Вот говоря об этом, я думаю, что есть еще одна очень важная грань, которую я пытаюсь понять. Вот к поколению, которое прошло впереди нас, наши отцы, те, кто пережил прессинг, атеизм, всей этой репрессивной машины, которые выстояли, пронесли веру, которые стали очевидно Божьим инструментом для того, чтобы сохранить церкви, для того, чтобы передать поколение, вернее, веру следующему поколению. Вот вместе с этим, глядя на большой процент подобных ситуаций, у меня возникает вопрос, а не было ли там какого-то системного провала в этом отношении, что людям было трудно, я вспоминаю Совет Церквей, очень много проблем, конфликтных ситуаций было, можно называть, имена, тот же Винс, тот же Храпов пострадал, потом уже дальше Иосиф Бондаренко, дальше Шапталар, мой отец, можно перечислять многие, многие, и это все еще Советский Союз, это еще не вот эти все проблемы, когда наводнили разные учения, разные организации приехали, то есть это все еще было вот тогда в той ситуации. На твой взгляд, не было ли это каким-то системным сбоем в лидерстве, что у лидеров не было механизма вмещения друг друга, понимания, готовности, ну, так скажем, видеть немножко шире и больше, чем только свой собственный метод, свой собственный вариант развития событий, ведь по сути все вот эти вышеперечисленные мною ситуации, они возникали из разницы в подходах, которая проявлялась, и потом на нее была реакция уже попытки как-то сохранить статус-кво, сохранить существующее положение вещей, которое приводило к конфликту. Тут опять-таки целый спектр причин. Ну, во-первых, лидеры, которые, ну, скажем, движение Совета Церквей возникло, оно возникло спонтанно, эти лидеры не были командой, их нельзя было назвать командой, они не были сплоченной командой, они, это сообщество возникло спонтанно, ситуативно, уже идея потом, она формировалась по дороге. Точно так и автономное движение, они не были командой. Церкви, которые оказались в автономном движении, это были по принципу, где успел зарегистрироваться, когда появилось окно. То есть в самом основании не было достаточно выверенным и правильным, скажем так, я попытаюсь подбирать формулировки. Было еще одно явление, которое оказало очень сильную роль, я попытаюсь сформулировать это мягко, чтобы не бросить тень на всех тех, кто прошел, кто выстрадал, кто прошел через узы. Но дело в том, что далеко не всегда, даже тогда, в то время, была правильная мотивация. Вот были герои веры, это те, кто сидел в тюрьме. Вот попасть в узы, это было геройством. И многие люди, ну не многие, но я знаю людей, которые провоцировали ситуацию, чтобы титул получить, вот эти погоны, узник. во-первых, сама среда в заключении, она точно не способствовала духовному росту, там нужно быть духовно сильным, чтобы выстоять. И далеко не всем это удавалось, мы это знаем. Плюс, если человек с другими мотивами туда попадал, это вообще катастрофа. И вот этот весь сплав причин, он стал причиной возникновения конфликтов. И плюс, конечно, власть, лидерство, деньги. Плюс еще, плюс еще это начало подспудно разъедать всю эту систему всплывавшими время от времени громкими сексуальными скандалами, которые возникали, к сожалению, в среде лидеров. От этого тоже, от этой информации тоже не было, ну скажем, никуда не деться она имела. Пусть это не было таким массовым, но мы знаем, что это было. Вот эти ряд, но набор, я бы так сказал, причин, которые послужили таким, может быть, есть еще некоторые явления, но плюс то, о чем мы уже говорили, это неспособность, неспособность стать, неспособность принять позицию другого, неспособность к компромиссу, не компромиссу за греком, компромиссу в отношениях. Вот это интересное явление в Писании, мы видим, оно учит нас не быть компромиссным в отношении греха, но все Писание пронизано идеей быть компромиссным, идти на компромисс в плане отношений, построения отношений. То есть быть терпеливым в том, как этот человек, помогая ему прийти к правильному пониманию. Вот это отсутствовало. Это качество во многих отсутствовало, и оно не могло поэтому сформатироваться как движение людей, способных и готовых к построению компромисса в отношениях. То есть, другими словами, для того, чтобы лидерство было способно преодолевать конфликты, нужно иметь достаточную зрелость, которая могла бы видеть различия между той точкой, где нужно провести черту в действительности, и то, что можно терпеть, и нужно терпеть, и нужно снисходить, и нужно, может быть, помогать друг другу. Хорошо. Еще одна тема, Андрей Васильевич, которая волнует меня, и которой я думаю, что ты, соприкасаясь со многими людьми, со многими лидерами, служителями, церквями, динаминациями, можешь иметь какое-то впечатление или же знание, может быть, какая-то аналитика у тебя была относительно этого. Сегодняшнее состояние церквей, евангельской церкви, как я уже сказал, нельзя назвать сильным. Церкви, русскоязычные церкви в своей массе сегодня, ну, так скажем, маловлиятельные. Они, большинство церквей, находятся в положении выживания, а не динамичного развития. Вот. И, конечно, вся перспектива, когда смотришь на это, ну, не очень радужная. Одна из основных проблем, связанных с этим, это катастрофический недостаток хороших лидеров, хороших служителей. Служителей, которые бы несли бремя людей, церкви, бремя ежедневного служения, еженедельной проповеди, которые бы несли это верно, несли это подготовленно, с опытом, несли это эффективно, так, чтобы... И таких нужны десятки тысяч. Вот если посмотреть на масштаб нашего русскоязычного евангельского мира, как ты думаешь, почему за 30 лет, начиная с 90-го года или даже конца 80-х лет, почему русскоязычное братство не произвело вот такой армии служителей? Вот нам действительно нужна армия. Здесь не единицы. Единицы не исправят дело. Нужны вот массы служителей, которые несли бы весть евангельскую, несли бы ответственность за людей, за церкви. Как ты думаешь, почему их не взрастили? Опять-таки, мы уже частично в нашей беседе коснулись этого вопроса. И, на мой взгляд, одна из причин – это вот такой индивидуализм. Мы даже не видим... Я не вижу сегодня тенденции даже в успешных, если так условно сказать, успешных церквах, где бы была идея возвращения лидеров. Вот это беспокойство о своем кресле, скажем так, человека, чтобы его не посадили там или кто-то не вырос, оно ограничивает видение. То есть человек готов работать, скажем, даже успешный лидер, готов работать с успешными лидерами, прозвивать лидерство до той поры, пока этот человек не станет опасностью для него. Поэтому, пребывая вот в такой парадигме, это очень сложно, это сложно быть великодушным, это сложно иметь дальнюю перспективу и традиции. Это даже сложно создать школу, о которой мы говорили, чтобы... Я думаю, что это одна из причин. Вторая, которую я уже коротко сказал об этом, и хочу, может, шире чуть сказать, это отсутствие менторской школы как таковой, отсутствие наставничества в церквах лидеров, с которыми работали. Я сегодня слышу время от времени в некоторых церквах, мне рассказывают, у нас вот есть школа, мы занимаемся с лидерами. Меня так это радует. Это совершенно новое явление в славянских церквах. И... Ну смотри, говоря об этом. Да. Смотри, ведь было открыто множество колледжей, семинарий, академий. Да. Множество курсов, наверное, тысячи, если не десятки тысяч разных, было проведено, которые были сфокусированы на взращивании лидеров, я уже не говорю об огромном количестве миссий, которые приехали, огромное количество проектов, которые были проведены, они были направлены именно на то, чтобы взращивать лидеров. Почему лидеров нет? Ну, это... Я повторяю, это отсутствие... Ну, наверное, дальше еще слово в одно употребленный термин. Это отсутствие отцовства. Приведу пример. То есть семинарии не решают? Ну, они дают образование, но они не создают атмосферы, вот это, которая может создать только стратегия передачи, которую мы и в Англии видим, и сегодня. То, что меня очень сильно лично волнует... Приведу пример. Один из моих, ну, скажем так, людей, которые считают меня своим лидером, своим ментором. И действительно, я много времени провожу. И он мне однажды сказал, Васильевич, мне так нравится, когда вы меня называете сынку. Вот для меня это... Я услышал, коснулось, да? Я действительно к нему как к сыну отношусь. Говорит, мне так нравится, когда вы меня сынку... Даже привести. Алексей Васильевич, есть огромная разница, когда мы говорим, имеем право сказать сынку, или когда мы говорим, эй, сынок. Это точно такая разница, как между ментором и менторским тоном. И вот здесь мы приходим к самой большой проблеме. Это, скажем так, абсолютно ложная корпоративная этика старшего поколения. Вообще, как такового, и лидеров в том числе. В последнее время я был вовлечен, или меня пригласили на ряд конференций, где я проводил семинары на эту тему. И я столько приобрел врагов своего возраста, потому что я бросил вызов. Я сказал, что то, что я буду говорить, я буду говорить против себя, заодно против вас. Есть некоторые вещи, которые мы должны исправить. Мы должны освободиться от нашего высокомерия, от нашего чванства, от нашего неправильного взгляда на молодое поколение, от нашего вот этого менторского тона получать, от упреков. Это первое. Мы должны освободиться от мысли о том, что раз мы уже достигли этого возраста, то мы правы во всем. И мы должны друг друга поддерживать, даже когда кто-то неправ. Мы не должны бросать тень на вот эту группу лидеров старшего поколения. Они прошли все, они испытали, они еще, в отличие от тех молодых, еще путь соли не съели и так далее. Вот вы пройдете с нашего, а то потом мы с вами будем разговаривать. Я, с сожалению, должен констатировать факт, что это не единичное явление, это общее явление, которое имеет место быть в старшем поколении лидером. Если попробовать сформулировать вот то, что происходит со старшим поколением, то есть твое предположение, что старшее поколение не сумело построить правильных отношений, которые бы позволяли молодым вырасти, и это основной провал. То есть семинарии, учебные программы не компенсировали это, они не способны это сделать. Я так понимаю. Вот здесь хотел бы еще просверлить немножко глубже. Причины, почему старшее поколение это не сделало. Могут быть несколько причин. Они боялись за то, что их сместят. Первое. Второе. Они не умели, как вести разговор с молодыми, чтобы их учить, чтобы... Третье. Им было некогда. Они были заняты проектами, они были заняты всякими другими делами. Четвертое. У них неправильная система ценностей. Вот. Или что-то еще может быть. Как ты думаешь? Все четыре имеют место быть. И плюс назову пятую. Они не хотят. Для того, чтобы это делать, нужно желание иметь. Вот нужно желание иметь... Ну, я... Конечно, нужен определенный набор качеств, отцовства. Вот апостол Павел сетовал. Молодцы. Да. Этых есть, эти есть, этих всего. А вот отцов нет. Это всегда была проблема. Отцовство. Я глубоко убежден, что сегодня понятие менторства, наставничества неразрывно связано с понятием отцовства. Вот. Отношения. Это не панибратство с молодым поколением. Это не заигрывание. Это вот очень глубокое значение этого слова отцовство. Это точно такой же переживание. Ну, если вообще было правильно сформировано у этих лидеров семьи отношение к их детям, вот примерно это модель отцовства. Это понятно. Это одна сторона дела. Но если посмотреть на другую сторону, на молодое поколение, а есть ли какая-то доля ответственности на них? Ведь, чтобы стать отцом, для этого, наверное, нужно и обратное желание вот тех людей, которые хотели бы научиться? Безусловно. Сегодня, если говорить о молодом поколении лидеров, далеко не все они вот такие приятные, скажем так, причесанные, построенные правильно, желания у них все правильные, и ценности, очень пестрая картина. И далеко не все они считают, что их кто-то должен учить, что кто-то их должен оставлять. Они сегодня гораздо образованнее владеют современными... Ну, хотя бы даже не то, что кто-то их должен учить, а хотя бы понимание того, что ему нужно научиться. Я скажу, что то, что я слышал от молодых лидеров неоднократно, что... Дело в том, что когда человек молодой, ему 18-20, там, 25 лет, он очень амбициозный, и в нем еще нету ну, вот этого опыта, чтобы, скажем, держать удар. Да. Это одно из искусств. Ну, как в боксе, да, не пропустить нигде. То есть даже когда тебе неправильно, даже когда... То есть выдержать и дальше тебе СЛ. И если человек такой один, другой, третий раз столкнулся вот с тем набором качеств со старшего поколения, о которых мы только что говорили, у него отпадает всякая охота. Во-первых, возникает такая оценка, да там все такие, там нет нормальных людей. И вдруг, когда он встречает кого-то нормального, он ошеломлен, как это... Неужели вот может быть такой диалог, могут быть такие отношения со старшим поколением? И для меня, я повторяю это уже не первый раз здесь в нашей разговоре, это огромная боль, что таких людей мало. Правильно, их нужно сегодня взращивать тысячи, десятки тысяч людей. Но отсутствие опыта, отсутствие стратегии, отсутствие школы, оно породило эту ситуацию, что в нашей среде, в среде моего поколения, очень мало этих людей. Назови самое большое достижение твоей жизни. Я думаю, что одна из вещей, которым я очень ценю в своей жизни, что Бог, это не моя опять заслуга, но опять заслуга, достижение, тут игра слов. что я в какой-то мере, но не всегда, я научился быть послушным Богу. И когда для меня это совершенно очевидно, ну, есть много, скажем, есть много логоста вокруг нас, но и с Рэма. Когда я услышал от Бога, я точно знаю, что Он меня призвал на служение евангелиста. У меня были много на этом пути, и много попутных и довольно неплохих вариантов где-то что-то устроить попутно или вообще стать. Я вообще по складу моя бизнесмен и, в общем-то, этим довольно успешно занимался вначале, когда не было, это еще до Света на Востоке. Но вот то, что я смог заниматься 44 года евангелизмом, я считаю, это для себя особой милостью от Господа, особым доверием по отношению ко мне. И, наверное, самым большим достижением. Из всего твоего служения, если бы ты сейчас вернулся назад, что бы ты делал по-другому? Я в самом начале сказал, снова повторю, я бы занялся лидерами. Когда я сам себя осознал лидером, что в моем подчинении, в моей миссии, в моей церкви есть люди, я бы вкладывался в лидеров. Это провал в моей жизни. Я буду откровенным. Это то, что я не делал, за что я сожалею, то, чем я не был научен, и то, что я не смог, наверное, до конца выучить. Я хотел бы тот остаток жизни моей, где я еще буду дееспособным, посвятить восполнению этому. Как побуждать или как эффективно побуждать молодых людей сегодня к вот такому посвященному служению Богу, к жизни для Христа без остатка? У нас сегодня спринтерское христианство, Алексей Алексеевич, бегут на короткой дистанции. Пробежал удачно, неудачно, сошел, всегда есть куда сойти. Пастерство, евангелизм, это марафон. Я даю этот совет, и я, когда люди приходят за советом, когда люди говорят, мы хотим быть или с вашей миссией, или в церкви где-то, когда апостол Павел говорит, приводит эту иллюстрацию на ресталище бегут все, но один, что получит награду, награда в конце, награда не в начале дистанции, награда в конце. Вот это моя мотивация. Когда я рассказываю о том, каким образом мне пришлось переосмыслить и получив, ну бросить, я пришел в миссию не, потому что я был нищим, и у меня не было хлеба, я был успешным уже в плане того бизнеса, который я тогда организовал, и мне нужно просто было оставить это все. Я многим говорю, это не значит, что Бог вам говорит оставить точно это или это точно, но я знаю, что Бог говорит. И вот когда написано, когда услышите голос, это не относится к кому-то, когда вы лично услышите голос. Да, быть послушным. Вот быть послушным, это ключевой момент. Быть послушным, быть послушным Господу. Я знаю один такой пример, человек очень успешный, он же здесь в Америке, учился, но очень успешный был в церкви, развивался, ему пророчили уже дальше, дальше, и дошел до лидера даже объединения, а потом ему предложили работу, он закончил, он очень перспективный был, предложили работу совершенно не связан с церковной, в НАСА. редко кому с нашей эмиграцией предлагают НАСА работу, он забрал НАСА. Ну вот. Понятно, в чем главная проблема русского христианства? Ну, русское христианство считало, что оно уникально, их опыт, вот они, оно уникально, это один, одна из проблем, но дело в том, что до русского христианства уже христианство было, и есть опыт, даже здесь, сюда в Америку, когда приехали эмигранты, и рядом были успешные церкви, они, во-первых, эмигранты не хотели учить язык, и вообще никаким опытом, даже те, кто были успешны, ну, откройте глаза, вы увидите хоть немного, вот этот, учиться, учиться даже, или перенимать другой опыт, ну, это, скажем так, не сильная сторона русского христианства. А в разразненности, опять, я даже не беру, не касаясь других динаминаций, ведь, когда мы открываем Иван, я все больше и больше убеждаюсь, приходя уже к итогу, ну, не такому же, может, а быстрому итогу моей жизни, мы на небо не возьмем ничего, ни наших споров здесь о доктринах, кто был, какая чуть важнее, которая чуть нет. Вот на небо мы возьмем наш характер и наши отношения, которые мы сформулировали, наше, наше стремление и наша способность быть похожими на Христа. Все, я другого не вижу, что мы возьмем на небо. И вот все это остальное, оно кажется таким незначимым, то, на что сегодня тратятся силы. Назовите самую большую ошибку, которую допускают молодые миссионеры. Одна из ошибок, одна из ошибок всех присущих молодым, они думают, что они умнее всех остальных, они умнее своих родителей, они умнее своих лидеров в церкви, они умнее стариков, по крайней мере, это уже прошлое поколение, у них своя перспектива. И особенно сегодня, когда получили доступ, довольно свободный доступ к изучению теологии, к семинарам и все прочее, то многие считают, ну, так уж раз он уже вот это знает, он там компьютером владеет, все нормально, можно идти дальше. Это одна из причин, это такая вот амбициозность и самоуверенность. И как результат неспособность слушать советы, принимать советы, я встречал таких, я сам, во-первых, не очень любил советы в молодости, откровенно говоря, это не моя сильная сторона, прислушиваться к советам, я думал, что я был дерзновенным евангелистом, теперь с высоты прожитых лет, как с пичевого полета, я понял, что иногда был я не дерзновенным, а дерзким, за что мне стыдно, то есть, вроде слова рядом стоят, но имеют разное значение. И вот эта способность и желание учиться, это не просто желание изучать какие-то вещи в семинаре, учиться опыту других людей. Вы хорошо знали известную христианскую поэтессу Веру Сергеевну Кушнир. Вы можете рассказать немного о ней? Вот можете ли вы в одном предложении сформулировать, каким человеком она была? Какое впечатление она производила на людей и в частности произвела на вас? А, ну, три слова употреблю. Она была принципиальной до потери пульса. Она была честной, она была порядочной в отношении, в построении отношений. вот, она была открытым человеком, но она не приемлема ни на йоту двойных стандартов в жизни людей. Для нее это было, она, она, она не, ну, не устраивала революции, но она старалась отойти в сторонку, как бы не общаться. Для нее это было абсолютно неприемлемо, вот, когда она сталкивалась с этим явлением в христианстве. с ней было легко, мы были очень, она была очень трудолюбивая, трудоголик была, мы много общались по линии миссии, и я бывал и в Санта-Барбе, и в Тринитаре, далеко, то есть у нас было много времени для личного такого общения, я, я очень рад этим годам нашего сотрудничества, и такой, я бы даже сказал, ну, позволю себе это слово, наверное, дружбы, хотя, не претендую, что я был там в первых рядах, но у него много друзей было разных, такое, если так, коротко, Вере Сергеевне. Спасибо большое. Теперь несколько коротких вопросов. Чего вы больше всего боитесь? Вот боли и страданий боюсь, ну, это все люди боятся, это, как я говорю, у нас заложено на генетическом уровне. Я, наверное, где-то побаиваюсь, скажу так, предательства близких друзей. Я переживал, когда друзья предают, я знаю, как это больно, и вот, и чем мы становимся старше, вроде, с одной стороны, мы опытные, но мы становимся более ранимы, незащищены. И мне думается, что уже с возрастом предательство переживать гораздо сложнее, поэтому я, Господа, прошу, чтобы в кругу моего близкого круга такого не случилось, чтобы я, во-первых, сам не стал, не выступил такой роли, не пережить предательство близких друзей, это одна из таких, ну, таких вот, скажем, страхов, которые есть во мне. Какое качество вы больше всего цените в людях? Я человек очень открытый, я ценю открытый, я точно, вот я же упомянул, вот, о двойных стандартах, но для меня это абсолютно, вот, неприемлемо, вот открытость, честность, пусть даже горькая правда, в нем мой бывший начальник, мой сотрудник, Вальдам Арцон, редактор журнала «Авера жизни», сказал, сказал однажды такую фразу, говорит, ты, о чем, вот я слушал твои проповеди, о чем бы ты не проповедовал, обязательно сидишь на тему двойных стандартов. Лицемерие вам не нравится? Лицемерие мне точно не нравится, не просто не нравится, абсолютно неприемлемо, абсолютно неприемлемо. Я человек отношений, вот я больше ценю отношения, чем что-то, за них я борюсь, для меня, как я сказал, в первой фразе слом отношений, это играет, ну, очень, такую роль, есть люди, для которых это не так важно, ну, как важно, но не так больно, для меня это больно, я действительно человек, ну, открытый в отношениях, и стараюсь строить их, да, это такое, одна моя кредо. Что такое любовь? Одним словом, это решение. Чувства тоже могут быть, ну, это же, чувство такая вещь, она переменчивая, она может быть яркая, она может быть там, бурлит кровь, там, пионерская зорька в голове, бабочки в животе, ну, и так далее, это же, если говорить о, там, о противоположном полу, и так далее, но это решение, потому что, вот, мы с женой прожили 40 лет, в браке, в этом году было 40 лет, мы, мы просто, ну, каждый день, это, это не потому, что у нас что-то, провал в отношениях, нет нас, но мы принимаем решение дальше идти, любить, мы принимаем решение, это, 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 уже не так бурлит кровь, уже там, мы уже на себя по-другому смотрим, друг на друга по-другому смотрим, но мы по-прежнему, по-прежнему влюблены в друг друга, и вот эта влюбленность, это уже не на уровне гормонов, это на уровне решения. Представьте, что у вас есть одна минута, чтобы обратиться ко всему христианскому миру сегодня, что вы ему скажете? Несколько лет назад в Украине организовали одно такое движение, конференция на основании этих движений. Мне понравился лого. Не трать свою жизнь напрасно. Вот, мы можем тратить время, которое Бог нам дал, и можем инвестировать. Я бы подразился к молодым людям. Постарайтесь, чтобы каждый день ваш это был инвестицией. Есть лакмусовая бумажка. Когда-то Христос сказал очень непонятную фразу своим ученикам. «Не собирайте себе сокровища на земле, собирайте на небе». Они с недоумением смотрели, да как это может быть? В отношении земных сокровищ все ясно. Вот сокровища, вот собирайте. Как это? И только уже потом, когда после триумфального воскресения, вознесения, крещения Духом Святым, начала церкви, вот они поняли смысл этого слова. Инвестиция в небесное царство — это лучшее, что мы можем в отношении чего может принять решение. Мы все здесь оставим. На небо, я сегодня уже об этом говорил, мы возьмем только две вещи. Всего — отношения и наш характер, преображенный в образ Христа, когда мы всю жизнь учимся быть похожими на Него. Аминь. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...